Приветствую всех! Сегодня записываю давно обещанное видео о различии между чувствами и не чувствами. Зачем нам это различие нужно? Это различие работает в разговорах, от которых мы ждем каких-то изменений, в которых мы хотим выразить какое-то свое недовольство, беспокойство, что-то, что нас не устраивает, но при этом мы хотим сделать это аккуратно и работоспособно. Как говорить ответственно от себя и про себя, когда мы озвучиваем свои чувства и переживания? Как важно избегать интерпретации в особенности и оценок действий другого человека? Что происходит, когда мы начинаем рассказывать свою историю про то, что вот вы нас подвели, ты доставляешь мне неудобства, вы не держите своих обещаний или там нам недостаточно, вы недостаточно хороши вот в этом и в том. Что происходит? Мы интерпретируем действия другого человека или группы людей и таким образом довольно-таки серьезно подвергаем сомнению их правоту в этой ситуации, их видение этой ситуации и порой вообще картину мира этих людей и свое представление их о себе, о том, что есть правильно, что есть неправильно. И когда-то осознанно, но когда-то чаще неосознанно разговоры, в которые мы заходим вроде как с благими намерениями что-то изменить, создать какую-то лучшую возможность, эти разговоры превращаются в батл. Они превращаются в батл за правоту, за правильность своей картины мира, за представление о себе, к которым человек привык и до дела редко когда доходят. Сегодня я хочу поговорить именно о том, как мы озвучиваем свои чувства и на какие мы подводные камни порой налетаем. Говоря вроде бы ответственно, я чувствую, но зашивая вот в эти так называемые чувства на самом деле интерпретацию и историю про то, что делает с нами другой человек. Любое послание в стиле я себя чувствую неуслышанным или я чувствую себя недооцененной, непонятой, брошенной и так далее, несмотря на то, что звучит, как я чувствую, не является чувством, а является скорее интерпретацией действий другого человека. То есть ты не услышал, вы меня недооценили, вы меня не поняли и так далее. Это является умозаключением, которое мы делаем на основании чьих-то действий. Очень важно здесь для себя различать, что за чувства присутствуют для нас за этим обстоятельством, за действиями, которые предпринимают в нашем отношении или просто рядом с нами другие люди. Например, мне грустно, мне горько, мне одиноко, мне тревожно. То есть с одной стороны мы делаем себя более уязвимыми, потому что мы обнажаем то, что мы и перед собой-то нечасто рискуем обнажить. Вот все-таки как-то войти в контакт с тем, что я действительно чувствую, порой бывает как-то стрёмно, скажем так, как-то небезопасно, что ли. А тут еще и, пожалуйста, выдай это другому человеку. Но, тем не менее, если вы начнете на это обращать внимание и практиковать это в своей речи, вы ощутите, что за этой уязвимостью на самом деле скрывается колоссальная сила. Потому что, наверное, нет ничего лучше, чем действительно видеть, с чем мы имеем дело, иметь возможность об этом говорить и выстраивать возможности не на историях, не на интерпретациях, которые все равно будут сохраняться за каждым свои, получится какая-то шаткая конструкция, а иметь дело вот чисто с тем, что есть, что присутствует, называя это своими именами. Плюс вы избегаете триггера, который может запустить в вашем собеседнике какие-то ненужные реакции, защиты, попытки отстоять или опровергнуть историю, которую вы предлагаете, свою версию обстоятельств. Озвучив свое чувство, вы держите это в своих руках. Вы говорите за себя, вы не обвиняете другого, вы не приписываете ему ненужной ответственности. Вы говорите о том, что происходит с вами, параллельно с некими действиями, параллельно с некими обстоятельствами. Поэтому пробуйте, практикуйте, смотрите, что происходит. И различаете для себя, когда вы говорите, что я себя чувствую уязвленным или я себя чувствую обиженным. На самом деле, что за чувство сейчас тут присутствует? Присутствует чувство, может быть, горечи, чувство одиночества, грусти или чего-то подобного. Вместо того, чтобы говорить, что ты меня подводишь или ты заставляешь меня нервничать, я вполне могу сказать, знаешь, я очень тревожусь, очень беспокоюсь, когда ты мне заранее не сообщаешь о своих планах. Мне горько, когда я слышу от тебя такие слова. То есть, с одной стороны, здесь есть намек на причинно-следственную связь, с другой стороны, мы максимально разводим эти связки и указываем на параллельность своих чувств, своих ощущений и происходящего рядом с нами, или чего-то исходящего от нашего собеседника. Различие чувства и не чувства полезны мне только во взаимодействии с другими. Еще очень важно уметь войти в контакт с тем, что я чувствую, чтобы разобраться с ситуациями, в которых вам не вполне ясно, что не так. Присутствует какой-то фон недовольства, присутствует какой-то фон беспокойства, что-то здесь не так, что-то недо, вот эти наши привычные истории, привычные контексты, но не вполне понятно, в чем дело. И здесь тоже очень важно, как бы вот не казалось это бесполезным или каким-то излишне уязвимым, войти в контакт с тем, что я чувствую, да, что со мной такого происходит, почему эта ситуация для меня нежелательна, почему я не хочу сюда идти, почему я не хочу вот это делать, что за чувства за этим, мне грустно, мне страшно, что происходит. И поверьте, я акцентирую сегодня в разговоре внимание на чувствах вовсе не за тем, чтобы вокруг них, так сказать, танцевать танцы с бубнами, и я далеко не фанат всяческих практик, где вокруг чувств выстраиваются целые концепции, где чувство воспринимается как что-то недвижимое или как что-то такое вот, да, железобетонное. Вовсе нет. Чувство для нас является неплохим сигналом обратить внимание на то, что с нами происходит, да, какое именно событие, что нас триггерит. Возможно, это чувство мы испытываем в связи с какой-то уже давно устаревшей историей, с каким-то давно устаревшим обстоятельством. Мы когда-то, так сказать, эта история прилипла в ситуацию какой-то повышенной эмоциональной уязвимости, может быть, это было когда-то в детстве, или это было в какой-то очень стрессовой ситуации, и образовалась связочка, которая вас продолжает преследовать и не позволяет вам быть вполне продуктивным, да, вполне эффективным в ситуациях. То есть у вас, так сказать, есть такие мины, на которых вы всегда рискуете подорваться. Кто-то что-то сказал в ваш адрес, вы увидели, как кто-то делает что-то, и запускается вот эта вот эмоциональная реакция. И я говорю о важности уметь различить это чувство исключительно ради конструктива, да, ради того, чтобы вы могли очень быстро увидеть, что на самом деле происходит, что параллельно с этим возникает, обязаны ли вы сейчас чувствовать себя именно так, да, и если ситуация требует чего-то другого, требует каких-то действий от вас, быстренько с этим разобраться и двигаться дальше. Вот о чем я говорю. На что я хочу обратить внимание еще, что все вот эти рекомендации применимы, так сказать, в здоровых условиях, когда вы имеете дело с людьми более-менее адекватными. Понятно, что все мы чувствительны, понятно, что у всех у нас есть вот эти вот триггеры, так называемые мины, на которых мы рискуем сорваться. Тем не менее, если вы находитесь в ситуации, так скажем, какой-то повышенной напряженности, если вы видите, что ваш собеседник сознательно манипулирует какими-то вашими высказываниями, да, и вводит вас в какие-то состояния намеренно, это немножко другая история. Здесь, наверное, стоит проконсультироваться с людьми, специалистами, да, сейчас очень много, особенно на англоязычных ресурсах, информации о том, что такое нарциссические черты или нарциссическое расстройство личности, что такое психопатические черты, какие существуют рисковые моменты и чего точно стоит избегать в разговорах с этими людьми. Если вы чувствуете, что здесь, так сказать, отдаёт чем-то нездоровым, минимизируйте свои высказывания до «мне неприятно» и коротко просите человека не повторять этих действий. Я прошу тебя не говори, пожалуйста, мне таких слов. «Мне очень неприятно», «я тебя прошу, не делай, пожалуйста, так». Всё. Вы озвучиваете, что вам неприятно, вы настойчиво это человеку из раза в раз повторяете. Вы держите всё равно ответственность в своих руках. То есть никакой воспитательной работы, отправить его к психиатру или куда-то, этим мы не занимаемся. Мы отслеживаем в себе, что с нами происходит, мы озвучиваем очень лаконично и нейтрально это человеку и двигаемся дальше, делаем то, чего от нас требует сейчас ситуация, то, что для нас реально важно. И также, когда вы различаете в себе какие-то чувства, не стоит манипулировать этим. «Мне так грустно, мне так печально, я не могу справиться». Речь здесь не об этом. Это сигнал, это что-то, что позволяет нам различить, с чем ещё в нашей жизни связано такое переживание. Наоборот, дать себе свободу от именно этого чувства, потому что понятно, что всё это генерируется автоматически нашим мозгом. Немножко посмотреть, насколько вы прям пригвызжены, насколько вы сейчас обязаны это чувствовать и опять же двигаться дальше. Так, что я хочу здесь ещё добавить? Я хочу добавить здесь сейчас по 4 примера из каждой категории, когда мы говорим о чувствах и когда мы говорим о нечувствах. То есть первые 4 примера я озвучу как разговор о скорее умозаключениях, оценках и интерпретациях. И вторые 4 примера – это разговор о чувствах именно, когда мы действительно озвучиваем, ответственно обнажаем немножечко себя, делаем себя с одной стороны уязвимыми, с другой стороны более сильными в плане позиций в разговоре. Итак, такие примеры не чувств, как, например, я чувствую, что тебе всё равно, да, всё равно, да ещё и тебе отнюдь не является моим чувством, да, я здесь озвучиваю свою интерпретацию отношения человека к происходящему. Если я говорю, я чувствую себя обманутой, или там я чувствую себя обманутой из-за твоего поступка, да, я опять интерпретирую действия другого, и это не является моим чувством. Такое высказание, как я чувствую, что меня подводят, или я чувствую обесценивание, я чувствую, что это никому не нужно, не является чувством, да, то есть, в общем, такие получаются довольно-таки манипулятивные высказывания, немножко игра на том, что вот мне плохо, вы делаете что-то неправильное, так, поэтому следите за собой, старайтесь избегать этих выражений, ни в коем случае не воспитывайте людей, от которых вы слышите подобное, различайте, учитесь, тренируйтесь и, опять же, двигайтесь дальше. Следующий блок примеров – это именно разговор о своих чувствах, да, это такая сильная, уязвимая, но сильная позиция. Итак, если я говорю, я чувствую облегчение, когда ты предупреждаешь меня о том, что тебя не будет, это именно выражение моих чувств, да, то есть, здесь я хочу напомнить, что когда мы человеку выражаем как-то свою похвалу, признательность, мы все равно туда часто зашиваем оценки, вот это нелюбимое мной выражение, умничка, там, ты молодец, в отношении взрослого человека, тоже старайтесь минимизировать, да, лучше сказать, ой, я в восторге, да, я просто, я потрясен объемом работы, с которым ты справился сейчас, да, то есть выражайте опять то, что вы чувствуете, даже если это положительно-позитивное высказывание. Следующий момент – я пугаюсь, когда ты повышаешь на меня голос, да, то есть я озвучиваю, что я чувствую параллельно с тем, что ты делаешь, не навешивая тебе обвинения ответственности, да, я хочу поговорить о том, что еще для нас возможно, я хочу тебе дать сигнал, что вот параллельно с таким действием у меня возникают подобные эмоции, чувства. Я очень рада, что мы все успели вовремя, да, я рада, я никому не ставлю ни пятерок, ни звездочек, ни смайликов, мы не в школе, я выражаю свою радость, да, и можно дальше выразить признательность и так далее, но я держу этот разговор в своих руках, ответственность в своих руках. И также я чувствую смущение, когда вы начинаете говорить, пока я не закончила, да, то есть это опять же не обвинение людей в каких-то неправильных действиях, я не рассказываю историю про то, как надо, как не надо, я озвучиваю, что я чувствую параллельно с происходящим. Итак, как всегда, то, о чем я говорю, я говорю не ради того, чтобы это обмусолить, а исключительно ради того, чтобы вы прямо сейчас начали смотреть в свои разговоры, в свои ситуации, где непонятно что, но не получается. Экспериментировали, практиковали, отмечали, что получается, что не получается. Делитесь в комментариях, задавайте ваши вопросы. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересно исследовать такие вот мелочи, которые мы часто пропускаем и продолжаем бороться с витряными мельницами. Благодарю за то, что вы все посмотрели до конца и переходите по ссылке, чтобы скачать дополнительный визуальный материал с примерами выражений чувств и не чувств. То есть, что стоит использовать в разговоре конструктивным с человеком и чего скорее стоит избегать. До скорых новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова